Друзья, всем привет! Хочу рассказать об очень интересной новинке, которую компания Megabass показала в 2019 году. Два года назад осенью появилась серия Vision 110 R, которая являлась модификацией классического 110. Я думаю, все ее помнят. Это Vision 110 R, Vision 110 R Plus 1 и самая диповая модель Vision 110 R Plus 2. В этом году большой сюрприз компания подготовила для любителей по-настоящему дипового твичинга. И серия дополнилась очень интересной моделью 110 R Plus 3. Я думаю, видите, какая у него лопата. Для сравнения покажу у Антенны R Plus 2. Коротко о характеристиках модели. Модель имеет абсолютно ту же самую длину 110 мм, тот же самый вес 14 граммов и то же самое устройство внутри. То есть здесь находится один балансировочный шар и один большой вольфрамовый шар, который смещается в хвост приманки при забросе. Японцы заявляют заглубление до 4 метров при условии использования флюорокарбоновой лески и заброса на 40-50 метров. Как пойдет он в наших условиях, мы, конечно же, увидим, но чуть попозже, когда начнется сезон открытой воды. Но думаю, что даже при этих водных данных это будет один из самых глубоководных воблеров. Особенно стоит отметить, что упор при разработке этой модели был сделан на возможность именно твичинга на большой глубине. То есть на глубине, на которой раньше работали только крэнки, теперь возможен и нормальный полноценный твичинг. Это разбросы в сторону, это роллинг, в общем, все то, что характерно для серии Vision 110. Сейчас, конечно же, не сезон еще, еще снег вокруг, еще нет возможности выбраться на лодке, а воблер, скажем так, не совсем береговой. Но уже есть открытая вода, и мы можем попробовать посмотреть какие-то водные первоначальные данные, посмотреть, как он всплывает, как заглубляется, и посмотреть, какое у него позиционирование в воде. Ну что, попробуем на воде. Сейчас, конечно, не идет речи ни о какой нормальной проводке. Здесь мы не можем никак продемонстрировать, здесь мелко, да и с берега. Посмотрим на ту информацию, которую мы сможем для себя извлечь. Итак, позиционирование воблера. Воблер находится в воде где-то под углом близким к 45 градусам. Как, впрочем, и вся серия Vision 110 R, воблер слабовплывающий, заявлен как слабовплывающий. Тоже, опять же, имеем в виду, сейчас вода холодная, еще, можно сказать, зима. Скорость всплытия у него очень небольшая. Но надо учесть, что у меня стоит поводок длиной 30 сантиметров с маленьким вертлюжком. Ну и давайте попробуем хотя бы здесь под ногами немножко его подергать, посмотреть, как он играет. Хотя, опять же, нужно иметь в виду, что это непоказательная игра. На глубине он будет вести себя совершенно иначе. То есть, смотрите, даже легкие-легкие шевеления удилищем заставляют воблер играть, махать боками. И самое главное, очень быстро он набирает горизонт. В сравнении с Vision 110 R+, я сравнивал, это заметно сильно. То есть, он заметно быстрее уходит на глубину. Что очень хорошо. Значит, будет близок к заявленным 4 метрам. Очень понравилась его игра на равномерке. Она такая сбитая, четкая, аккуратная. И очень заметная и аппетитная. Уверен, просто судак мимо не пройдет. Опять же, благодаря длинной лопате воблер отлично будет проходить закоряженные места, естественно, при аккуратной проводке. И, я думаю, будут очень интересные проводки с ним при контакте со дном. К сожалению, не получится показать полноценную его игру. Здесь очень мелко. Но я тестировал его на более глубоком водоеме, возле берега. Воблер прекрасно разбрасывается в стороны. Опять же, у него присутствует классический роллинг. Ну, а все остальное мы уже увидим только, когда откроется большая вода, появится большая рыба. Редактор субтитров А.Семкин